Ты принял решение о разрыве контракта с твоим предыдущим клубом «Кортер» и подписал полноценный контракт с «Минским Динамо». Весьма редкое явление для футболиста, который к нам приходит в аренду. Расскажи о природе своего решения. Ну, во-первых, конечно, проведя здесь полгода в аренде, то я принял решение. Это было совместное решение с моей семьей, так как нам было здесь комфортно, здесь хорошая команда, хороший тренер и большие задачи ставятся на этот сезон, поэтому для меня это решение было легким, я думаю, потому что, во-первых, вернусь к вопросу о игровом времени, конечно, я знал, что здесь я буду играть больше и в связи с этим тоже как бы это повлияло на мое решение и спасибо команде «Кортер», которая пошла мне на уступки и разорвала со мной контракт без всяких проблем и выплат, поэтому я тоже им благодарен и в свою очередь и благодарен футбольному клубу «Динамо Минск», который предложил мне новый контракт и я надеюсь, что в этом сезоне у меня получится помочь команде. Ты переехал в Минск летом прошлого года. Какие ты себе ставил промежуточные цели либо задачи, когда вот непосредственно ехал в Минск подписывать арендные соглашения? Ну, в каждом клубе, в котором я играл, я ставлю себе персональные цели и задачи, которые я не озвучу, конечно. Не все удалось мне за эти полгода, проведенные в «Динамо Минск», но сейчас нас ждет новый сезон, у нас есть много времени, чтобы подготовиться и я надеюсь, что все, что я нацелил на этот сезон, у меня все получится, а может даже и больше. Тринадцать матчей за половину сезона, как ты оценишь этот период времени? Только давай не будем касаться шестого места, потому что это сказано много, это не наш результат, вот что-то другое по поводу своих достижений. Ну, как правильно сказали, шестое место это не наше было место, да, где-то не повезло, где-то не получилось, но в целом я думаю, что мы просто в концовке чемпионата уже все видели, какая у нас должна быть команда, мы начали больше друг друга понимать, понимать то, что от нас требует тренер в первую очередь и я думаю, что сейчас у нас, как я уже говорил, очень много времени, чтобы подготовиться, понимать наши задачи, цели, тактические схемы на сезон и я думаю, что этот сезон должен начаться так, как мы заканчивали прошедший. Я думаю, что немаловажным фактором для принятия своего решения о подписании контракта с нашим клубом стала фигура нашего главного тренера и его требования, которые он предъявляет команде, игровые требования. Да, конечно, Леонид Станиславович все его знают как очень хорошего специалиста, поэтому я думаю, это тоже было немаловажно для меня и я знаю, что я могу вырасти, хоть я уже и не молодой футболист, но я знаю, что я могу благодаря ему еще вырасти как в тактическом плане, в физическом, во всех аспектах футбольных, я могу вырасти еще как футболист, поэтому это тоже повлияло, конечно. Конечно же, коллектив наверняка также сыграл свою роль, не правда ли, тем более ты один из тех людей, которых можно назвать душой компонента, душой коллектива. Кстати, вот мы с тобой общаемся уже на минут пять и первый раз я тебя видел на протяжении пяти минут, чтобы ты не улыбался, не смеялся. Первое мое интервью в клубе тоже немного нервничал, полгода провел, первое интервью, своеобразное такое волнение, но да, действительно, коллектив тут очень хороший, и все новые ребята, которые пришли со всеми у нас, мы нашли общий язык сразу, поэтому видно, что все ребята достаточно мастеровитые, которые нам, безусловно, помогут в будущем чемпионате. И как коллектив, команда сплоченная, у нас позитив в раздевалке, каждый день смеемся. Это хорошо, так и должно быть, так легче работает и на сборах, и вообще в целом сезоне. Еще и музыку на тренировках играете? Это вообще фантастика, первый раз только музыка, просто каждый день на тренировках даже играет. И диджею у нас самый лучший? Ну, диджею, конечно, замечания уже сделали, потому что песни еще прошлогодние как бы играют, у него плейлист не обновляется, может ему, не знаю, мы спросили у него, может ему оплатить какую-то подписку, может на новую музыку, может где-то пользуется бесплатными приложениями, я не знаю, это надо у Игоря спросить. И разумеется, если бы тебе не понравился Минск, не понравился бы твоей семье, ты бы вряд ли принял бы решение о том, что ты останешься здесь? Конечно, Минск, как я уже говорил, очень хороший город, у меня дочка ходит в садик на различные кружки, как гимнастика, плавание и так дальше, жена тоже нашла себе там занятия по душе, поэтому почему, так сказать, я не могу ничего плохого сказать про Минск, это очень красивый и большой город. То есть сезонка в самом разгаре, как тренировочный процесс проходит? Ну, пока нас жалеют, мне кажется, потому что все-таки, да, немножко есть усталость, ноги болят, но пока мы работаем в одноразовом режиме, что не характерно, скажем так, для сборов, обычно в двухразовом режиме, что пришел домой и кроме того, как поспать, нету никаких мыслей, а так у меня еще остается какое-то свое свободное время, я могу позволить себе посмотреть даже футбольные матчи, какие-то фильмы, но я думаю, это все изменится, когда мы полетим сейчас на сбор в Сочи, у нас там будут двухразовые занятия, нам сразу предупредили, чтобы мы были готовы терпеть, поэтому ждем уже сборов в Сочи. Морозы, которые были в Минске, не доставили каких-то неудобств? Абсолютно нет, я очень хорошо переношу морозы, мне больше даже нравится, когда там минус пять, минус десять температура, чем плюс двадцать пять, потому что, ну, мне как-то, моему организму, наверное, это легче переносится, и даже с тобой мы бегали недавно кросс, это было сколько, минус двадцать восемь, наверное, минус двадцать семь, но вообще без проблем, спасибо тебе, что показал на районе, где можно двигаться. Тем более ты единственный футболист в команде, который на открытом воздухе тренировался без перчаток, а в манеже тренируешься в одной майке. Да, Станиславич просто не разрешает, я бы еще и в шортах тренировался, но Станиславич не разрешает, заставляет штаны одевать. Ну и напоследок пару слов нашим болельщикам по традиции, ядные слова. Хочу сказать болельщикам, пускай приходят на стадион по возможности, поддерживают нас, я уверен, что этот сезон получится для нас намного лучше, чем прошлый, я более чем уверен, мы ставим самые высокие цели и задачи, у нас есть время, чтобы подготовиться, все ребята отдаются на сто процентов, мы можем гарантировать то, что все будут отдавать все свои силы на поле, и ждем новый сезон. Спасибо. Спасибо.